всем привет сегодня будем делать упражнение 4 7 1 скачиваем наш ppk файлик и сразу же открываем в этом задании мы будем учиться соединять наше устройство в сети это задание очень похоже на предыдущие давайте приступим откроем серпрофайл нажимаем ok да наше задание перегрузилась давайте приступим к его выполнению открываем нашу инструкцию и делаем ее немного больше чтобы было удобней с ней работать наше задание можно условно разделить на две части в первой части нужно будет вводить команды show ip интерфейс brief show интерфейс гигабит интернет и так дальше и смотреть информацию которые будут на которой мы будем получать при выводе этих команд и отвечать на вопросы во второй части нам нужно будет правильно соединить все устройства давайте приступим первое что нужно сделать нажать на роутер из конфиг командная строка и тут ввести команду show ip интерфейс brief поезд и тут у нас есть вывод всех наших интерфейсов вот так нужно внимательно посмотреть и ответить сколько у нас есть физических интерфейсов на этом устройстве а дальше вводим команду show интерфейс гигабит интернет 00 и получим информацию конкретно об этом интерфейсе тут ее очень много нужно будет внимательно пересмотреть эту информацию и ответить ну какая скорость по умолчанию на этом интерфейсе посмотреть вот примерно где-то вот здесь дальше нам нужно вести команду show интерфейс serial 00 и точно также посмотреть какая здесь дефолт бэндвиз дальше что нам нужно сделать открыть на из физическую вкладку и посмотреть сколько слотов у нас есть на этом устройстве давайте я сделаю вот так и здесь очень просто и думаю так все понятно внимательно посмотрите и посчитайте сколько их здесь на картинке дальше у нас есть вкладочка модули и нам нужно посмотреть какие у нас есть здесь возможные для использования так что нужно сделать нам нужно выбрать правильный модуль и подключить его вот сюда давайте посмотрим какие у нас есть первое вот такое вот это gc lh smd и здесь сразу описано что это за интерфейс и для чего он нужен это заглушка вот такая вот 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 ее видно дальше здесь у нас hvc 8a и тут вот сразу же описано для чего она дальше у нас есть вот такая вот вот такая же как здесь уже есть hw ic 2t и вот такого типа нам нужно вот такая мы просто перетаскиваем и включаем готово что у нас дальше закрываем наш свитч и давайте приступим к соединения есть нужно соединить гигабит интернет 0 0 с помощью кабеля купер straight through то есть с помощью витой пары вкладочка connections выбираем этот тип кабеля здесь гигабит интернет 0 0 а мы выбрали не тот модуль для этого откроем еще раз свитч 1 откроем east открываем physical приближаем выключаем собираем ненужный на модуль и наводим тот модуль что нам нужно нам нужно чтобы у нас были модуль нам нужен такой модуль чтобы у нас был гигабит интернет давайте посмотрим этот не подходит этот тоже нет потому что это заглушка нет смотрим дальше здесь только serial интерфейсы и здесь вот давайте попробуем этот включаем выбираем наш смотрим нет заходим еще раз мы не можем нам нужно выключить вот так теперь берем правильный порт включаем закрываем выбираем гигабит интернет 0 0 и соединяем к свитч 1 с помощью гигабит интернет 0 1 дальше выбираем гигабит интернет 0 1 тот же тип кабеля и соединяем к свитч 4 к гигабит интернет 0 1 готово дальше фаза интернет 0 1 0 выбираем тот же кабель фаза интернет 0 1 0 так и соединяем к фаза интернет 0 на устройстве пока 1 готово дальше фаза интернет 0 1 1 пока 2 фаза интернет 0 и последний 0 1 2 пока 3 фаза интернет 0 нажимаю кнопочку SF и подводим назад до заливаем вот у нас все инфляторов все все инфляторы зеленые дальше настройка свитч 1 выбираем вот этот вот свитч 1 тип кабеля reference rule тот же фаз интернет 0 1 но он занят Так, мы к свечу уже соединялись. К свечу 1 мы соединялись. А, фаза Ethernet 0.1. Вот это соединение у нас не совсем правильное. Нажимаем вот так. И выбираем. Здесь нам нужно было выбрать гигабит интернет 0.1. Вот. Готово. Теперь сюда, фаза Ethernet 0.1. И соединяем к ПК 4, фаза Ethernet 0. Теперь свечу 1, фаза Ethernet 0.2. ПК 5, фаза Ethernet 0. И последний, 0.3, фаза Ethernet 0. Нажимаем кнопку Fast Forward. И мы видим, что все индикаторы опять зеленые. Это очень хорошо. Дальше нужно настроить свечу 4. Теперь у нас будет кабель Cooper Crossover. Это тип из Ethernet кабеля, который используется для соединения конечных устройств. Выбираем Cooper Crossover. Выбираем свечу 4, вот он. Выбираем гигабит интернет 0.2. И соединяем к свечу 3 на гигабит интернет 3.1. Готово? Есть. Дальше свеч 3, свечи 5.1 с помощью фибр. Это у нас оптоволоконный кабель. Свеч 3, 5.1 порт. И к свечу 2 тоже порт 5.1. Ой, я выбрала 4.1. Давайте уберем соединение. И давайте сделаем еще раз. Свеч 3, 5.1. Свеч 2. Гигабит интернет. 5.1. Но здесь его нету. Так что нам нужно доставить модуль. Открываем свеч 2. Делаем побольше его, чтобы было все видно. Выключаем обязательно. И нужно добавить еще один порт для нашего оптоволоконного кабеля. Вот он. И добавляем на пустое место. Включаем. И закрываем. Все. Теперь мы можем соединять свеч 3. Сюда. И сюда. Готово. Если мы подождем, все индикаторы будут зелеными. Дальше. Нужно соединить свеч 2 к PC 7. Свеч 2. Порт гигабит интернет. Порт фазернет 0.1. И к ПК 7. Фазернет. Так. Дальше. Фазернет 1.1. PC 8. Фазернет 0. И последний. Не туда нажала. Бывает. Фазернет 2.1. Фазернет 0. Теперь у нас остался только вот этот вот и вот этот. Свеч 2 нужно подсоединить к Access Point. С помощью того же типа кабеля выбираем гигабит интернет 3.1. И соединяем к Access Point на порт 0. Готово. И теперь EAST. Вот он. Мы высоединяем с помощью Serial DSE к устройству VAST. Выбираем Serial DSE. И сначала нужно соединить к EAST. Выбираем EAST. Serial 0.0.0.0. Далее находим устройство VAST. И подключаем к Serial 0.0.0.0. Готово. Таким образом мы соединили всю сеть. Тут у нас нету соединения, потому что это точка беспроводного доступа. И у них есть соединение и так. На этом все. Думаю, всем пока. Продолжение следует...